ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о празднике Преображения Господня, который празднуется ежегодно 19 августа по новому стилю или 6 августа по стилю старому. Этот праздник рассказывает нам о событии, которое произошло более двух тысяч лет назад, когда Господь наш Иисус Христос вместе со своими учениками находился в селении, которое называется Кесарея Филипповой. И Он, взяв с собой своих троих учеников, Петра, Якова и Иоанна, ушел с ними на гору, которая называется Фавор. Они остались у подножья горы, было время это уже позднее, клонилось к ночи, и Господь ушел чуть выше на гору для того, чтобы уединенно помолиться, как Он делал это часто. Ученики, которые остались у подножья горы, заснули, но через некоторое время они внезапно проснулись, и то, что они увидели, не укладывалось в их сознание. Они увидели своего божественного Учителя, лицо которого сияло, как солнце, и на него невозможно было даже смотреть, настолько ярким был этот свет. И одежды его были белые, как белоснежный снег, яркий и лучистый. Рядом с ним они увидели еще две фигуры и узнали в них пророка Божия Моисея и пророка Божия Илью. Господь преобразился. Он принял другой вид, который был непонятен до этого и невидим ученикам Христовым. Страх объял сердца этих учеников Господних, но и благодать поселилась в их душах. И апостол Петр обращается ко Христу и говорит, «Господи, как хорошо нам здесь! Давай устроим три кущи или три шалаша построим. Один для Тебя, другой для Моисея, а третий для Ильи». Но Господь понимал, что это невозможно. И через какое-то время Он подошел к Своим ученикам, которые пали ниц и закрыли свои лица, дотронулся до них. И они увидели, что это их тот самый божественный Учитель, Господь Иисус Христос. Для чего же было необходимо такое преображение? А для этого мы должны с вами, взяв Священное Писание Нового Завета, прочитать, что произошло преображение на горе Фавор всего лишь более чем за месяц до крестной жертвы Христа. Господь своим преображением хотел укрепить своих учеников, ведь Он знал прекрасно, что чуть больше, чем через месяц, Ему предстоит войти в Иерусалим и принять крестную смерть за грехи рода человеческого. А ученики, которые были рядом со Христом, они видели в Нем лишь божественного Учителя, но человека, а не Сына Божия. И рядом со Христом был именно пророк Моисей, тот, через которого Господь открыл Свою волю израильскому народу и дал закон на скрижалях, десять заповедей, о которых мы с вами говорили в одной из передач. И к этому времени пророк Моисей уже был мертв, а ведь пророк Илья был взят живым на небеса. И существует обетование, что перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа сюда, в этот мир, прежде явится пророк Илья, который не вкусил смерти, который жив. И это говорит каждому из нас, что Господь наш Иисус Христос – это истинный Бог, а не только истинный человек, которому подвластна и жизнь, и смерть человека, и закон, по которому нужно жить каждому человеку. И тот фаворский свет, которым просиял наш Господь, он является символом того, что именно свет Божий просвещает каждого человека, благодаря которому каждый из нас может стать лучше, более совершенным и нравственным. У нас на Руси праздник Преображения Господня еще называется Яблочным Спасом. Почему? Да потому что в этот день после Божественной Литургии в храм прихожане приносят яблоки, груши, сливы, виноград для того, чтобы священник, прочитав особую молитву, окропил святой водою и благословил, то есть осветил начатки овощей, то есть первые самые плоды. И существует очень благочестивая традиция не вкушать до Преображения Господня, то есть до Яблочного Спаса, никаких овощей и фруктов нового урожая, принося их прежде в храм для того, чтобы посвятить Богу. Ведь мы прекрасно с вами понимаем, что земля растит каждый плод благодаря тем условиям, которые Господь создает для каждого из этих фруктов или овощей. В древней христианской церкви сложилась очень благочестивая и добрая традиция, когда после сбора первого урожая осенью в храм приносили зерна и приносили виноград, на которых потом совершалась божественная литургия, хлеб и вино, которые притворяются в тело и кровь Господней. Праздник Преображения Господня имеет для нас очень важное назидательное значение. Ведь весною на растениях, будь то яблоня, вишни или груша, сначала появляются цветочки, а затем уже начинают развиваться плоды. Но они зеленые, они кислые, порою горькие и невкусные, и их невозможно употреблять в пищу. Но пригрывает солнышко, идет дождик, тепло, которое согревает эти растения, дает плодам развиваться и созревать. И уже через какое-то время мы с вами видим сочные наливные плоды, яблок, груш, вишен, смородины, которые мы можем сорвать и съесть. И уже эти плоды являются вкусными, полезными и питательными для каждого из нас. Но разве теплом своих рук мы согреваем эти плоды? Нет. Через божественную благодать, через тот микроклимат, который дает Господь нашей земле, появляются эти плоды. И для нас этот пример является назиданием в том, что точно так же развивается и наша душа. Ведь когда человек рождается, приходит в этот мир беспомощным младенцем. Он ведь еще несовершенный, у него нет знаний, он не может ходить, он не может говорить, и он не может еще в полной мере проявлять свою любовь к родителям, бабушкам, дедушкам, ко всем близким, тем, кто его окружает. Но проходит совсем небольшой промежуток времени. Родители воспитывают, бабушки, дедушки, крестные родители помогают. Ребенок ходит в школу, получает знания, приобретает опыт общения со своими сверстниками, и он развивается, он становится более крепким физически, он мужает и возрастает. Но самое главное, чтобы мы с вами возрастали духовно, чтобы те люди, которые нас окружают, радовались тому, что мы им помогаем, что мы дарим тепло своих сердец, свои улыбки, радостные взгляды, и самое главное, добрые дела, свои поступки. Господь греет и питает землю. Господь возрождает и преображает наши души и сердца, для того, чтобы мы радовали Его и тех, кто находится рядом с нами. Праздник преображения Господня – это один из самых любимых в народе праздников на Руси. Не только потому, что мы приносим с вами в храм плоды сочные, ягоды всевозможные для освящения, но и потому, что Господь преображает душу каждого человека, того, кто идет к нему навстречу, простирает свои руки и говорит, Господи, я готов жить по Твоим заповедям, я готов исполнять Твою волю. Дай, Господи, чтобы преображение коснулось сердец каждого из нас. Я благодарю вас за внимание, мои дорогие юные телезрители, и надеюсь на новые встречи в эфире. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok